Небезизвестный автор канала «История Руси», который регулярно ловится на лжи и в фальсификациях исторических данных, выпустил очередное видео под названием «Варяги и Русь на карте 1566 года». В этом видео автор представит на ваш суд карту 1566 года. Давайте мы с вами перейдем к обзору этой карты. Сейчас вы видите то, что изображено внизу. Автор сразу хочет сказать, что на этой карте все на своих местах. Слева от себя вы видите надпись «Босния», чуть ниже надпись «Далмация». С правой же стороны от вас указана «Болгария». Автор подчеркнул город Прищина. Поднявшись несколько выше по карте, с левой стороны от вас вы видите надпись «Унгария», и чуть правее мы видим надпись «Трансильвания». Но дабы рассмотреть карту полностью, мы перейдем к следующей картинке и видим надпись «Полония». И с правой стороны от вас мы видим надпись «Руссия». Народонаселение сопредельной территории перевело бы эту надпись как «Россия». Но мы-то с вами знаем, что никакой России в 1566 году и быть не может. Надпись «Руссия» имеет один единственный перевод, а именно «Русь». Как вы сами видите, все находится на своих исторических местах. Мы видим надпись «Русь» и «Города», которые принадлежали Руси. На середину 16 века Европа знала только одну Русь, а именно на землях современной Украины. Он показывает европейскую карту, созданную картографом Пауло Фарлани. Это карта Дунайских земель 1566 года, где он пытается отыскать истинную Русь и истинных варягов. Тому, кто уже знаком с его фальсификациями, будет нетрудно догадаться, что Русь на этой карте – это русское воеводство в составе Речи Посполитой. Так поляки называли территорию Западной Руси, а жителей, соответственно, они называли русскими, что вполне логично. Это самое русское воеводство находится в верхнем правом углу карты. При этом территория нынешней России на карте, конечно же, нет, но кривомыслию это никак не мешает. Ну а если бы на карту попадала территория России, то выглядело бы это так. Это тоже польская карта, только современная, с обозначением границ Речи Посполитой. Тут можно увидеть и русское воеводство, ну и Россию, конечно. Далее начинается поиск истинных варягов. А что же заинтересовало, собственно говоря, автор? Для этого давайте мы с вами спустимся в среднюю часть карты и чуть левее в Трансильвании мы видим надпись «Варанес». Надпись написана «С левой стороны реки Дравы». И вот выше по течению Дуная, с правой стороны от вас, вы видите эту самую надпись. Варань. В исторической науке существует вопрос, кто такие варяги? А историческая наука сопредельной территории продолжает утверждать, что варяги равно норвежцы. Поправляют самого Нестора летописца и говорят, что мол, ты парень неграмотный, а вот мы где знаем, кто такие варяги. Историческое, с позволения сказать науке территории сопредельной, очень важно, чтобы указанные варяги находились где-то на севере. А вот перед вами слово вполне возможно и означает эти самые варяги. Автор привычно лжет, будто бы русские историки считают Нестора неграмотным, ибо он, дескать, опроверг происхождение варягов от норвежцев. Создатель ПВЛ действительно не считал варягов Русь, конкретно норвежцами-урманами, но полагал и Русь, и урманов народами варяжскими, которые жили за морем и вовсе не ильменским. К северу от реки Дравы он находит на карте надпись «Варонессы» и возглашает, вот они, варяги, они нашлись, причем аж в 1566 году. Увы ему, это название существует и сейчас, и в том же самом месте. Это историческая область Барания, так и называется, Барания. И находится эта область, в Южной Венгрии и Северной Хорватии. И название, кстати, происходит от слова «баран», потому что жители региона издавна занимались овцеводством. Видео создано на основе статьи канцеляриуса. На этом все.